Важный слайд. Я из этого слайда попытаюсь в конференции в Киеве 2011 сделать целый доклад. Развал я по платформам против объектов. В перерыве ко мне подходили и спрашивали, где найти специалиста, левчук, который мне подкует блоку. Это практически невозможно. Отъясняю вам причину. Я хожу лет 7-8 по всяким конференциям, красивые песни пою. У меня было в свое время агентство. Подходят уже обиженные клиенты и говорят, смотри, ты так все красиво пел, а когда я обратился к тебе за услугой, совершенно не оправдалось то, что я от тебя ожидал. Почему? Потому что все эти знания, вы сейчас тоже их достроили, научились, они ни для кого не секрет. Но я могу сказать, что я как владелец бизнеса, да, я болею. Что за клиенты? Но рядовому исполнителю до вас нет денег. То есть те люди, которые непосредственно руками будут вам вести, они сидят на фиксированное оплате, и им все равно, каков у вас процент продаж, их зарплата никак не зависит от этого. То есть нет никакой мотивации. Если я еще как владелец агентства могу на это влиять, то есть я понимаю мотивацию, что если клиент сделает выручку в три раза больше, чем его бюджетная реклама, то он порадуется, в чем я делю. Но вот этих конкретно передовых исполнителей такой мотивации вообще нет. Если вы попросите агентства поработать... Сделать. Что-что? Сделать. Сделать, да. Вот смотрите, схема такая. Прийти в агентство и сказать, давайте с вами работать за процент от продаж. Вот попробуйте прийти всем известным агентствам, вам пройдет масло и начнут говорить, что подождите, подождите, если я весь маркетинг забираю на себя и еще с этого получаю процент от продаж, а зачем мне вы? Вот такой вопрос первый. Вам зададут и скажут, а вы в этой цепочке кто? Я организую все продажи, остается там логистика, закупить товары, отвезти в нужное время и доставить. Зачем мне вкладываться в ваш бренд ваше имя, когда я могу сам открыть свой магазин и спокойно себе торговать? И они будут правы, в принципе. Вот. То есть заставить агентство работать за процент от продаж практически невозможно, да? А вот в SEO есть такая форма оплаты, трафик лав, например, везде пропагандируют, что они подозревают звонки. Да, да. Тоже маркетинг. Что это такое? Это просто, смотрите, опасная штука, продавать звонки. Объясню почему. Значит, была такая конференция, если не ошибаюсь, у нас функции проходила, где представители Яндекс задали им вопрос. Ребята, вот вы раньше продавали показы, все здорово, сейчас продаете клики. Когда вы уже перейдете на модель, когда вы оплачиваете, ну, то есть мы у вас покупаем продажи. И встает представитель Яндекс и отвечает, вы понимаете, боимся мы на это дело переходить. Почему? Потому что, когда мы продавали вам показы, и показы же тоже накручиваются, там, оптимизаторами и кем-то. Если кто-то ошибся, там, на 100, на 500, на 1000 показов, то цена ошибки, ну, долларов, ну, 5, ну, 10. Когда мы начали вам продавать клики, то цена ошибки возросла уже до сотен, на 1000 долларов. То есть вы тратите на контекстную рекламу, я не знаю, 10 тысяч долларов в месяц, и из этих 10 тысяч долларов полторы-две улетели в трубу только за счет того, что был пустой клик ваших конкурентов никогда не. А теперь представьте цену фродо в звонках. Вам их будут продавать, ну, пусть звонок, я не знаю, за 50 долларов, или 30, или 20, сколько. И представьте себе, каков процент вот этих пустых звонков. Большой. Например, в тех же услугах вообще нереально. Я, например, свой привожу, строительная фирма у меня есть. Там, значит, 9 из 10 звонков – это телефонный склад. А давайте с вами посотрудничать, покупайте наши бульдозеры. Вот у нас вот свой склад, там, эти, лакокрасочные продукции и прочие-прочие услуги. Это в услугах. Наверное, в магазинах процент такого укрона меньше, но он тоже есть. То есть очень сложный продукт. У Гугла была система CBP, когда вы оплачивали действия какие-то. Она провалилась, Гугл от нее потихонечку отказывался. Какая трафикладка не оказалась? Вы понимаете, что это просто вам тот же товар заворачивает другую, более красивую продукцию? Ну да. А такое счастье не будет. Какой выход? Вы скажете, ну что делать? Я сейчас вот после семи лет очень сильно применял вот логику. Я понимаю, что те фишки, которые я рассказываю на семинарах, я реально в своей жизни применял только для своих бизнесов. Там, где мне интересно, где мне был смысл заморачиваться всем этим. И все. Для клиентов очень редко там были либо друзья, либо еще что-то. Все по полной, все про что я нам в своих семинарах рассказывал. И я удерживаюсь с убеждением, что если владельцу магазина вооружить знаниями плюс инструментами, молоком, чем он может сражаться и биться с остальными. Скорее всего, он переименяет кофе. Силу разных причин. Поэтому путь развития, наверное, вот следующий. Вы сажаете человека в штат, превращаете его в гения маркетинга. Не просто, что он контекст знает, а он осваивает другие инструменты. Социалки, SEO. На аутсорсе покупает только то, что не в состоянии сам за копейку высокоизвести. Остальное все делает сам руками. Плюс контролирует подрядчик. Плюс постоянно покупает за деньги консультации. То есть вот такой гений маркетинга. С таким человеком надо делиться. Какое показание, что он сделал в этом деле? Не знаю. Это молодой, сгой, дерзкий, с глазами, с голодными. Обычно это везение. С определенным складом марта. То есть возьмите какого периода вы делаете? Да, мы ждем. Я пошел в периоде, я пошел. Не открывай свои деньги. Да, совершенно верно. И люди через 2-3 года фунт от вас уходят. Единственный способ оставить их фунт. Значит, у вас в штате, это дать им нормальную долю. Это будет 3-5 процента. Тогда он будет это воспринимать как свое, как родное. Будет расти и двигаться вперед. И тогда вы уже продержите его не год, не два. Его с вами, такие как я, зарплаты раза в 3-4 больше. Сманить такого человека я уже не смогу. Даже если будут расти, перед ним зарплаты 200-300-500 тысяч рублей не уйдет. Потому что он в своем магазине может быть ничего больше. Заработать гораздо больше. Такой плюс только. Я не знаю. Здесь я двигался в каком-то... То есть создавал бы свой бренд-магазин, я вот один. Где найти? Ну, я не знаю. Найдите начинающего специалиста. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Но все все умеют. Тогда растите из кого-то близких родителей. Или сманите человека, который отработал, не знаю, год-два большой контор. Естественно. Какое время? Вот. А сначала, естественно, зарплаты. Сначала, естественно, зарплаты. То есть какая-то мотивационная схема. Вот покажи, удиви меня. Вырасти за полгода сильного специалиста. У тебя будет опцион. Возможность купить долю в моей компании за смешные деньги. То есть вы начинаете со старта капитала, я не знаю, 10 тысяч рублей. И говорите, вот у тебя есть опцион через полгода, если ты выполнишь вот такие условия, купить долю в моей компании четверть за, там, не знаю, две с половиной тысячи рублей. Больше и как бы. Вот примерно как это будет. Да, Павел. А вы бы как от него тоже бы отказались? За процентный продаж, конечно. Естественно. А у меня, вот, предложите, кто-то сам предложил, он просто объявляет сайт, и вы уже как-то дальше. Ну, вы стоя 4, что уже не было, и даже позору. Сейчас у нас есть какие-то работы, наши, мы встретимся, мы уже сейчас, мы снова выигрывались. Так, вы тоже можете будете. Да, а если вы хотите, то не так, что они могут быть? Начинайте, смотрите, какой путь. То есть, вот, если у вас как-то есть возможность выделять на маркетах уже какие-то существенные деньги, начинайте свой отдел. Пусть там будет два человека, к примеру. Они между собой конкурируют, вы видите, что один из них вырастает какого-то серьезного специалиста. Например, на семинарах, на конференции, на все тусовки ходят, на мятки и так далее. Видите, что он вам, у вас объем продаж, вот так вот растет. Вот тут вот надо его самого лучшего из них забирать и говорить, давай, давай. То есть, не надо с ним сразу про доли разговаривать или еще что-то. Вот. То есть, в вашем случае, да, не будет. Вам надо какого-то раз. Еще. Еще один важный момент. Поскольку семинар бесплатный, у меня к вам. Собрал я вас здесь не случайно. Цель у нас следующая. Я на протяжении долгого времени сталкивался с разными клиентами и понимаю, что владельцы интернет-магазинов, с точки зрения подходового знаний, но они там впереди планеты всей. То есть, именно, вот, цветочный магазин заставлял меня там в свое время развиваться и говорить, давай, давай, давай дальше развиваться. Я понимаю, что это, то есть, вы генераторы идей, соответственно, мы хотим, то есть, я в пути сделать задельный магазинный модуль. Знаем примерно, как он должен быть устроен. Ну, вот, я уже провел на эту тему два семинара было, и за это время мне пришло около пятидесяти писем с разными фишками приема. То есть, пятьдесят человек мне написали и сказали какие-то необычные особенности, которые должны нам в лучшей жизни сделать эту штуку более классной, более любимой. Соответственно, у меня к вам вопрос. Вопрос из следующего характера. Сейчас мне надо отвечать письмо. ПОДПИШИСЬ!